Дорогие друзья, добрый день! Сегодня мы отвечаем на вопросы, которые поступили на библейский портал Экзегет. Вот такой вопрос. Как справиться с одиночеством в семье? Вопрос может показаться неожиданным, и в своем роде он одновременно и прост, и сложен. Неожиданность этого вопроса в том, что, казалось бы, семья — это как раз то пространство, в котором человек по определению не одинок. Но парадокс заключается как раз в том, что даже в семье, даже среди самых близких людей, человек может испытывать одиночество. И мне кажется, что причины могут быть разного свойства. Ну, может быть, самое печальное, что может быть в этом, самое даже трагичное, если одиночество бывает результатом непонимания и отчужденности членов семьи, когда каждый живет в своем ритме, своей жизнью, как говорится. Когда до другого члена семьи нет интереса. Увы, такое тоже встречается сплошь и рядом. Когда люди живут под одной крышей, одним хозяйством, одним домом, и, тем не менее, совершенно разными интересами, духовными интересами, интеллектуальными интересами. Это очень грустно. Что здесь делать? Это очень комплексный даже вопрос. И как справиться с такого рода одиночеством? И думаю, что может быть ответ только один. Искать взаимопонимание. Пытаться найти вот такой как бы общий ритм семейной жизни. Попытаться услышать других членов своей семьи. Попытаться понять ту духовную, интеллектуальную волну, на которой они находятся. Если уж мы пришли к тому, что мы разговариваем на разных языках. Попытаться, не надо этого бояться, конечно, попытаться заинтересоваться интересами человека. Даже если эти интересы кажутся нам, на первый взгляд, неинтересными. Если его увлечения, нашего домочадца, кажутся нам неинтересными. Или, не знаю, неправославными. У него неправославные интересы. Этот человек, мой домочадец, мой ребенок, любит, о боже мой, рок-музыку. Что делать? Я ведь никак не могу снизойти до того, чтобы послушать вместе с ребенком рок-музыку. Я ведь православный. Надо снизойти до этого, да. Надо обязательно как-то попробовать услышать, послушать вместе, пообсуждать. Не надо этого бояться. Если человек говорит немножко на другом языке, это еще не значит, что вы не можете найти общий язык. В общем, с этим надо бороться. Надо бороться с собственной. Это понятно, что один в поле не воин. Если мы говорим о единении в семье, о единомыслии в семье, то, конечно, это работа ни одного человека. Но даже если вы один человек будете над этим работать, вы можете достичь результатов. Если вы начнете прислушиваться, вы сможете начать нормальное общение и таким образом выйти из этой скорлупы одиночества. Не бойтесь. Не бойтесь. Может быть, это и ваша или наша ошибка, что мы боимся сами выйти из скорлупы, которую вокруг себя создаем. Есть другая причина, почему человек может чувствовать себя одиноким даже в семье. Эта причина гораздо более глубинная. И поэтому, на самом деле, может быть, она до конца непреодолима. Это проблема одиночества. Здесь хотелось бы вспомнить слова пророка Давида из Псалтири. В 24-м Псалме, в 16-м стихе пророк говорит «Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен». Царя Давида окружало множество людей, соратников, слуг. Тем не менее, он часто взывает о том, что он одинок. И таким образом, он выражает какое-то самое глубинное чувство или состояние выражает человеческого существа, которое настолько нуждается в Боге, настолько только в Боге может найти свою отраду и утешение, что даже другие люди, любимые, с которыми человек находится в единомыслии, они до конца не могут эту жажду удовлетворить. И человек понимает, что все равно я одинок. Все равно, несмотря на то, что мы вместе, перед Богом, в каком-то смысле я все равно один. И это одиночество, такое как бы духовное, которое человеку попускает иногда Бог испытать, это непреодолимое чувство. С ним невозможно никак бороться, его можно как бы, наверное, только претерпевать в молитве, в предстоянии Бога, в искании Бога. Собственно, и все. А вот первая причина — с ней надо бороться, несомненно. И помоги вам Господь в этом.